Алиф Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В частных участках и землях ИЖС строить многоквартирные дома запрещено. Не верь в замки из песка. Знай закон и стройся. Субтитры сделал DimaTorzok Репортаж об основных вопросах, поднятых на городском совещании. Владимир Маяковский стал невольным виновником еще одного торжества в городе Пушкино. В минувшую субботу к нам в гости приехала делегация с Международной научной конференции, которая проходила в Москве и была посвящена 120-летию со дня рождения поэта. Участники конференции захотели увидеть места, где бывал Маяковский. Проехались по Акуловой горе, посмотрели памятную доску на железнодорожном вокзале города Пушкино, посвященную поэту. А затем вручили орден Сергею Гулину. За какие заслуги и при чем тут Маяковский заинтересовалась Анастасия Спирина. Маяковский для Пушкина очень незначимая фигура, потому что это один из тех камней, фундаменте на сегодняшний день того строения, которое называется городом, который привлекает дополнительно большое внимание не только наших горожан, не только нашего Подмосковья, но мы сталкиваемся с людьми, которые приезжают из Дальнего Востока, приезжают из зарубежья. То есть это лишний раз тот фрагмент истории Пушкина, которому люди едут поклониться. До сих пор есть наши почитатели нашего музея и очень надеюсь на вашу поддержку. Они приготовили орден Маяковского, который выдается людям, заслужившим это, литературной деятельностью, какой-то другой деятельностью, просто просветительской деятельностью. И очень важной для нашего времени помощью во всем этом. Это тоже ведь чрезвычайно важно и необходимо. На сегодняшний день, когда я довольно-таки часто соприкасаюсь с людьми, которые боготворят Маяковского, которые преподают его так, как не подавал его никто, как люди читают Маяковского, это тоже зажигает и внутренние мироощущения по отношению к данному поэму, конечно, меняются в лучшую сторону. У кранов полуголый, не дремалась в школе штук, моет нос и мочит лоб. Воды не бойся, ежедневно мойся. Зубы честь дважды, каждое утро, не вечер каждый. К сожалению, из фильмов Маяковского уцелел лишь один, барышня и хулиган. Это еще один документ. Крошка-сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо. У меня секретов нет, слушайте детишки, папы это в ответ помещаю в книжке. Традиционная городская планерка состоялась сегодня утром. Основные вопросы, с которыми на этой неделе обращались жители в администрацию, включение тепла и подтопление, связанное с обильными осадками. Подробнее об этом расскажет Алена Якубовская. Все граждане однотипные и все новые. То есть их ниоткуда не переносили, явно их закупали. Пытались мы у народа узнать, кто это ставил и для каких целей, но пока в общем тишина. На этих гаражах сегодня должно появиться объявление о том, что мы их предупреждаем в кратчайшие сроки, эти конструкции с городской землеума. И дальше идем, так сказать, по пути обращения в суды. Затопило у нас фекалии улицы Кровомайская, Крылова, Чкалова. С 14 по 22 дом. Жители на входе выезда из своих территорий, из своих частных владений, перекрывают вот эти траншеи, владея 20 метров. Проводили мы уже выезды на Марат, общались с жителями. Выписываем подписание предмет удаления вот этих бетонных покрытий. Здесь было всего 12 выявлено, из них 4 валили способности. Для разведения, для того, чтобы остальные блокноты, мы должны помнить, Сегрет этого ИП. Будем пытаться, я понял. Улица Мера, 880, рабочий 11, квартир 16. Женщина звонила, на той неделе, вроде выходили подрядчики, но вот опять осадки, опять сейчас. Масса, да, совместно с вами, потому что одни в полиции тоже разворачиваются автобусы. Договоры, договоры, до сих пор летят на снабжение, более ниже 8 градусов, тепло. Вы сегодня хотите находить свое отражение. Прежде чем подняться, когда армируют открыть семью. Список, направление образования есть, сейчас совещание будет. В 9 работают, поэтому вот они просто. Экономически, это, к сожалению, несколько невыгодно. Вы прекрасно понимаете, что начисления с сентября, они, по сути дела, никак не перекрываются тарифной политикой управляющей компании. То есть, в общем-то, к сожалению, жанр таков, что надо 10 октября, чтобы было. Мы проводились, мы собрали, проводились, закончили. Сейчас у нас не перекинутся, если дали. Мы доверяем, я не дам, чтобы просто... Добуем всячески помочь, но в рамках, естественно... Работу, чтобы без потерь, значит, это провести. Начнется, ничего нет. Анонс от наших коллег на радио. В четверг, 26 сентября, на Пушкинском радио выступит Дмитрий Владимирович Лавров, начальник территориального отдела Центра Серебрянка Арманд. Тема беседы – благоустройство дворов и придомовых территорий, вывоз мусора, обустройство детских и спортивных площадок, планы асфальтирования тротуаров и внутриквартальных проездов. Вопросы Дмитрию Лаврову можно будет задать по телефону 534-3650 заранее или во время прямого эфира. Итак, включайте ваши радиоприемники завтра, 26 сентября, в 18.10. И еще об одном важном событии. Впервые в Пушкинском районе точный список чудотворной иконы со Святой горы Афон. Это икона Божией Матери от рады и утешения. Она создавалась монахами Ватопецкого монастыря в течение двух лет. В воскресенье 29 сентября с 9 часов утра эта икона будет доступна для поклонения в Троицком храме города Пушкина на Московском проспекте. Наш новостной выпуск подошел к концу. На сегодня передача Пушкинского телевидения вновь продолжится в прямом эфире. Вашему вниманию предлагается очередной выпуск программы «Православная Пушкина». Смотрите сразу после рекламы. Я передаю слово Светлане Сафинской и прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго. В сети магазинов «Алиф» новая коллекция. Огромный ассортимент кожаных курток, качественных и модных дубленок, роскошных шуб. Широко представлена мужская коллекция «Алиф». Красивая цена на куртки и меха. Улица Чехова, 12, ТЦ «Вит». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова